Музыка Напоминаю, что при изучении английского или любого другого языка, главное это нормально имитировать артикуляцию. Если человек попадает в языковое окружение, и он как пролетарский ребенок изучает язык, не глядя в рот матери, а бегая по закоулкам, каким-то задворкам, и слушая, абы как и абы что, а папа и мама не умеют артикулировать, тогда, извините, ни иностранец, ни носитель языка, никакого нормального уровня владения языком просто не дойдет. Эта мысль понятна, кому понятно, поставьте, пожалуйста, крестики. Я думаю, это новый ракурс такой. А когда священник, или судья, или актер разговаривает с ребенком, и он видит, что ребенок не артикулирует, он к нему пристает, как логопед. Говорит, скажи вот так. Но-у-а. Но-у-а. Это ной, библейский ной по-английски. То есть священник и тот, кто нормально артикулирует, четко, красиво, четко, красиво и правильно, тот может передать этот навык любому фактически ребенку, даже рожденному в пролетарской семье. А тот, кто не артикулирует, а учит ребенка на слух, не привлекает внимания, вот сюда говорит, смотри, вот сюда смотри, не говорит ребенку. Это к вам всем относится, дорогие друзья. Эти люди адаптироваться в обществе не смогут. То есть все иностранцы во всех странах мира делятся на две группы. Первое. Один процент, максимум, который обезьянищает, я думаю, даже одна десятая процента. И остальные, которые ведут себя как гастарбайтеры, то есть пролетарские товарищи, которые не обратили внимания, или чувствуют себя неловко, чувствуют ущемление, унижение, чувство собственного достоинства, попрание. Когда их кто-то просит точно что-то проимитировать, то есть у них идет идиосинкразия, идиосинкразия по-английски, на любого типа, то, что они называют, кривляне. Что ведет к неправильному способу, методу или самому процессу изучения языка. Иными словами, есть несколько видов английского, несколько видов русского, несколько видов каждого языка. Есть более-менее серединка на половинку, замедленная, членораздельная речь. театрального типа, типа Гамлета. To be or not to be. That is the question. А есть ничеронораздельная речь, которая звучит так. To be or not to be, that's the question. Или To be or not to be, that's the question. Или to be or not to be, that's the question. Или to be or not to be, that's the question. И так далее. То есть, есть, есть два варианта проговаривания. Для того, чтобы ваш ребенок, ваш внук, ваш племянник, я не знаю, племянница, то есть, близкий вам человек, человечек, это просто случайно получается, что, случайный такой совет по ходу дела, нужно ребенку показывать два вида речи. Вот вы берете сказку и читаете. Серый волк побежал в сторону леса, затягивая все ударные гласные. Нужно следить, чтобы при проговаривании ребенок не выработал привычку смотрения в разные стороны, а каким-то образом посматривал на ваш род. Хотя бы боковым зрением. Привлекать его. Это первое. Это, естественно, практически никто не учитывает. Хотя это известно всем ученым, всем лингвистам, это всем известно. Поэтому в театральной семье, в семье стоматолога, как правило, высокооплачиваемая категория населения, дети и родители разговаривают нормально. Нормально все артикулируют. Врачи. Ну, в общем, короче говоря, привилегированная часть населения. То есть же Америки, Англии. Не говоря уже о дворянах, конечно, и тому подобное. Плохо артикулируешь, будешь тачку возить. Вот и вся история. В России получилось, в СССР получилось, что плохо артикулируешь ты кум-королю, ты доказал свое рабочее, христианское происхождение. Говоришь с ошибками, как получилось, ты и есть наш вожак, товарищи. Это вожак наш. Это первое. Второй способ. С первым разобрались. Кажется, если вы напевно не произносите гласные, то есть если вы пролетарский, разговариваете над пролетарском русском или пролетарском английском, идет сплошная параллель. Одно и то же. Вы не сможете ни сами ничего освоить, ни выучить никакой язык, ни усовершенствоваться в языке, если не будете удлинять ударные гласные. «You are supposed to extend the stressed syllables». Тогда вы поймете и вас поймут. Вас поймет ребенок и усвоит даже вашу артикуляцию. То есть это то, что я называю подготовка родителя или подготовка преподавателя из любого человека, который в состоянии передать, начинает кому-кому-то это объяснять и в результате прекрасно улучшает родную речь и выучивает довольно разговорный язык, разговорное слово получилось, и хорошо осваивает тот же самый, самый сложный язык мира по разным параметрам, если брать английский. То есть он самый распространенный из-за ракеты кораблей, из-за флота и тому подобной армии. Но, к сожалению, он самый сложный. Потому что невозможно понять, как правильно артикулировать. А почему? А потому что существует 500 вариантов разной артикуляции. Попробуйте, вот попытайтесь, чтобы эта информация у вас осела. 500 минимум основных поддиалектов английского языка. Что артикулировать, где, как кривляться, что изображать, как звучат звуки, непонятно. Есть дикторская речь, есть BBC, BBC, есть Voice of America, то есть какие-то образцы, CNN есть. Но научиться артикулировать невозможно, потому что преподаватели не умеют разговаривать, как дикторы CNN. Если бы они умеют разговаривать, как дикторы BBC или CNN, они бы там уже работали и получали бы сумасшедшие деньги. Потому что в англоязычном мире те, кто умеет разговаривать стандартно, это самая высокооплачиваемая категория населения. Это глашатые своего рода, которые передают, или управляют, или передают поручения правящих классов. То есть оральники, глашатые, помощники жрецов, парламентариев и тому подобное. Дальше. Второй вариант пояснения слов тем же детям или вам. Без разницы. То есть даже ребенок, почему человек не может досвоить английский и вместо английского осваивать врунгель. Это такие обобщения, которые вряд ли придут в голову какому-то методисту или преподавателю. То есть такие вот общемировые обобщения по педагогике. Второе. То есть считайте, что даже поэтому родившись в англоязычной среде, вы все равно практически не сможете научиться нормально говорить на английском языке, если не попадете в семью интеллигента и вам с детства не покажут, как нужно артикулировать ударные гласные. How to articulate the stressed ва-у-ы-лы-зы. Прямо не растянут каждую гласную. Благодарю за плюсик. Но это еще полбеды. То есть вот такая вот замедленная речь, это то, как нас всех пытаются обучать английскому преподавателю. Проблема заключается в том, что при ускорении речи, когда она становится более небрежной, она очень сильно укорачивается, деформируется, видоизменяется, много чего исчезает. Похожие звуки исчезают. Если идет подряд два К, например, К, значит, одно читаться не будет. Если подряд идет пять согласных, например, say будет читаться first say покажу сейчас, напечатаю вам. Отдельно будет first say вместе будет first say то есть с st не читается. Ясно, да? First say сначала скажи для начала скажи first say дальше first say то есть наступает деформация. И вот эта деформация никогда тут уже как бы серединка на половинку, даже если родился в образованной семье, это не значит, что ты можешь научиться разговаривать быстро и небрежно. то есть вот так вокруг тебя разговаривают, разговаривают быстро, а разговаривают не со скоростью 200, 225, 250 слов в минуту, что в два раза быстрее, чем на языках народов СССР. освоить и понять, это получается второй вид английского, главный и основной вид. И для того, чтобы освоить этот главный второй вид английского, нужно, чтобы кто-то показал на замедлении, это и есть ответ, кстати, на вопрос, на замедлении, что читается на ускорении, как что реально звучит на ускорении, но с теми же растянутыми гласными, чтобы было видно, мозгу понятно и слышно, что произносится, потому что даже обычная речь с незатянутыми гласными, даже продемонстрированная ребенку без затянутых гласных, а на них базируется все на свете, не воспринимается даже ребенком. То есть, если с ребенком в эстократической среде будут разговаривать не певучим, не напевая гласные, ребенок не освоит нормальный английский. Я не знаю, что произошло, но с президентом, с прошлым президентом, позапрошлым, вернее, президентом США, видимо, в детстве не занимались и он не освоил нормальный английский. Я имею в виду господина Буша. Яблоня от яблони далеко упало. То есть, даже в той среде, где всегда разговаривают по идее правильно, есть дети, которые смотрят не в рот родителям и няням, которые разговаривают на стандартном английском, на языке правителей мира. Не нужно обманываться, что кто-то еще где-то чем-то там правит, кроме англосаксов, и детей, которые обучаются в их кузнице кадров, то есть Гарварде, Оксфорде и так далее. То есть, это как масонская ложь, масонское отношение. То есть, человек разговаривает, как будто он выпускник Гарварда, конечно, к нему соответствующее отношение. Потому что, хорошо научиться говорить, можно только в семье или в Гарварде. Или ты даже не сможешь никому объяснить, что ты не учился в Гарварде. Если ты разговариваешь, как выпускник Гарварда, как я учу, ты не сможешь, тебе не поверят, потому что других местах этому не учат. Оксфорд, Гарвард, кузницы кадров. Каждое слово есть 500 диалектов, разных. Те, кто разговаривает на диалектах, управлять не могут. Над ними подшучивают. Над ними иронизируют за глаза. Поскольку они какое-то время назад объявили основным принципом общества, Канада, Австралия, США, Великобритания и так далее, Новой Зеландии, Южная Африка, толерантность, врунливую толерантность. То есть, если вы думаете, что кто-то реально толерантно относится к непохожим на нас товарищам в Европе, вы глубоко ошибаетесь. Блиц очень хорошо освоил артикуляцию, Алекс. Да, артикуляция у него прекрасна. с ненормальной артикуляцией пробиться журналисты даже невозможно на телевидении. Ну, практически невозможно. То есть, ты можешь как-то ее освоить, но место, где это освоил бы каждый, любой из вас, из нас, такого места в англоатрическом мире нет. То есть, случайно освоишь, ну, повезло тебе. Ну, вот как Джулия Робертс. Сама выучила нормальный английский, родилась до этого в пролетарской семье. Выучила нормальный английский, сама три года ходила по преподавателям. Слушала, артикулировала, стала нормальным человеком. Теперь к ней придраться невозможно, теперь ее никто за паршивую актриску, ну, как певичку, не, извините, не держит уже, извините за разговорное выражение, потому что она разговаривает, как выпускница Гарварда. Приехали. Теперь ее приглашают на любые телеканалы вести передачи. Она ведет передачи на абсолютно идеальном языке одной из правительниц мира. Приехали. Костноязычных правителей практически нет. Пробиться можно только вот по родственным связям и больше никак. Дальше. Таким образом, для того, чтобы освоить русский или английский, а они тоже очень сильно отличаются, нужно осознать, что вам, нам, даже ребенку, нужно показать два вида языка, которым владеет образованный человек. Первое. Четкое произнесение ударной гласной, например, дальше, больше, что же ты делаешь, товарищ мой? Показать. А потом показать, как несколько слов стягиваются, стягиваются в одно, и 80-90% слогов этого слова, этих трех, пяти, больше слов, произносят их скороговоркой, произносятся абсолютно не так, как пишутся. Например, написано, понимая необходимость подобных действий. Произноситься будет так, понимая необходимость подобных на Д дает Г чуть-чуть, подобных действий. И кратко не считается. Понимая необходимость подобных действий, то есть нужно показать, как длинношеи читается быстро, произносится быстро, но ребенку или вам нам нужно показать это медленно на любом языке, и там мы его свободно выучиваем. Я меня научили читать и говорить так, длинношеие, вот поверьте, я открывал рот, и часть людей непролетарская, плевалась, просто плевалась, то есть завоеватель Москвы, я про себя, приехал тут с южным акцентом, поднимайте товарищи, каждая гласная проговаривается, как написано, как научили, как книжках написано, вот так я и читал, оказывается, нужно читать так, как написано в книжках, слова сливать, создавать из них цепочки, без цепочек, то есть делать из членораздельных слов два вида речи, в основных, первый, аристократический, получленораздельный, где считается по два-три слова в группе, или даже слова отдельно, и нечленораздельный, при котором отдельные слова практически никогда не произносятся, если это не междометие, типа Бож! А потом опять начинается вот эта вот катавасия, типа ешь ты говорил, ешь ты говорил, ешь ты говорил. И вот если вы если вы и вы если Если вы вот это не покажете себе или ребенку, никакого английского вы не выучите, нормального, презентабельного, даже близко напоминающего нормального. Неправильно артикулируя, вообще никак. И не сможете ребенка обучить, и не сможете усовершенствоваться в родном языке. То есть при всех обстоятельствах, при ускорении, во всех языках, даже там, где кажется, что ничего не изменяется, я про испанский, итальянский, французский, к примеру, там выпадает огромное количество гласных заменяется так же, как и в русском и в английском, заменяется, заменяется на другие. И вот это ускорение, и это объясняет, почему, ненавидящие меня преподаватели в кавычках английского и методисты, Когда я показал, впервые показал вот это замедление, замедление слова-слова, полураздельно и слова, как они читаются, how you read them, читаются вместе, how you read them, не how you read them, на фрунклише, а how you read. Так вот, они обрадовались и сказали, а мы можем обойтись без шестого, 15 лет назад, хитроумные товарищи. А вот и нет, замедляешь речь, получаешь один вид речи, потому что ты не соображаешь, а что произносится, какой это вид речи, и у тебя в голове не формируются два четких представления. Барак Обама разговаривает как выпускник Гарварда, именно поэтому он и президент. Слова запоминаются только одним способом, слова и вообще английский учится только одним способом, через проговаривание различных связок, через проговаривание слов, нечлено раздельно, то есть все идет через связки. Когда какие-то глупые полиглоты, которые разговаривают на безобразном английском, которые не владеют родным языком, а таких большинством, гениальных людей, типа, я не помню, какая фамилия, кажется, Кейт Лом, гениальных людей, которые делали упор, как я, хорошее произнесение каждого слова и фразы, так, чтобы тебя все понимали, а не на врунглише, врунливом английском, не существующем 501 диалекте английского языка. Еще раз, существует 500 своих диалектов, они кривятся, но как-то, ну как-то, ну ладно, типа, переживем. И вдруг приходит кто-то с 501 вообще корявым. То есть, он вообще звучит как... То есть, когда на неправильном русском разговаривают жители СССР, мы к этому как-то привыкли. Ну, представьте себе, приедет кореец, вы представляете, что он начинает вытворять? Он начинает говорить «систая вода», «систая вода» вместо «ч». То есть, это уже как бы не наш, этот 501 диалект. Эта мысль понятна? Напишите, пожалуйста. Когда мать произносит, разговаривает с ребенком, а он еще не умеет разговаривать, разговаривает совсем плохо, абсолютно необходимо, чтобы она показывала ему артикуляцию. Даже ребенок не в состоянии освоить нормально родную речь, потому мы видим детей 5, 6, 7, 8, 9 лет от роду, которые разговаривают с дефектами речи. Потому что матери им не показали артикуляцию, не показали звуки и не замедлили эти звуки. Это первое. Второе. Это по звукам. Когда эти же люди, которые четко проговаривают те же самые сказки, тому же самому ребенку объясняют отдельные слова, потому что ребенок обычно начинает разговаривать с кусочков слов, а не с фраз. Поэтому он ловит вот эти вот четко проговариваемые ударные слоги. Ну, вы скажете, например, «корова», ребенок усвоит «Оова». Ну, к примеру. Мысль понятна, поставьте плюсы, пожалуйста, если понятно. Сейчас закончу. Спасибо. Теперь, когда речь начинает ускоряться и деформироваться, к тому же ребенку, ребенок – это вы, ребенок не соображает, и у него не формируется нормальная, ни замедленная речь, ни убыственная. То есть я вам рассказал, как должна формироваться речь, при условии, что родитель, я буду скоро выступать перед большой группой в Москве, от ста человек, наверное, детей и родителей, довольно влиятельных людей, и буду им объяснять, как работать с людьми. Я сейчас вам пытаюсь передать, ну, не знаю, экспромтом, что ли, ну, совсем экспромтом, пытаюсь передать мысли. Дальше. «Ал би» сливается следующее, госпожа Муладжанова. «Ал би» «Эд» «Ва» становится «эда» или «эд» «Ва» становится «эда». «Ай-вэл би» это «Ал-би» или еще быстрее «Л-би». Правильно, Натали. В том, как вы у нас усунули эту фразу, я так понимаю, что у вас в голове стоит один вариант. «Ай-вэл-би» как вас учили, что ли? Или как вы учите. «Ай-вэл-би» «Ал-би» «Ай-вэл-би» «Ай-вэл-би» В реальной речи идет так, we at the reception, reception in about 15 minutes, прилагательное существительное произносится более-менее членораздельно. А дальше идет не I appreciate it, как вам хотелось бы, или как идет в медленной форме проговаривание, I appreciate it, а идет так, I произносится с известными словами как а, просто а, поскольку это и есть народное я. А и придумала Елизавета II, дамочка с эффектами речи, I appreciate it, это ее версия, ее версия да это yes, но грубо говоря, хотя народ говорит я и говорит are, вместо да. В Лондоне образованные американцы, я, если мне удалось навязать, навязали каким-то пролетарием. Дальше, перед незнакомыми словами нужна членораздельная речь, то есть I перед незнакомыми словами может произноситься как I или A-I. То есть способов произнесения слов при слиянии очень большое количество. Так вот, мозгу нужны различные схемы того, как ребенка, берем на примере ребенка, талантливого ребенка, хорошего, нормального ребенка. И он еще не освоит. 12-летний ребенок читать ни по-русски, ни по-английски толком не умеет. Не рассказывайте мне сказки. Они считают так, я увидел, что пришла хозяйка Медной горы. Они так сидят разбирают. Им надо не сидеть разбирать, а читать сразу. И увидел, что школьник или люди, выпускники школы знают, что я, имя же произносится в речи I, января, 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 инваря, инваря, инваря. Что нужно говорить не я тебе помогу, подружка, а я тебе помогу. Я же, я тебе помогу. Я тебе помогу. Я тебе помогу. Это я так превращается, трансформируется. А то, чтобы этого частично кто-то из вас не слышал или не знает, это не проблема шестого. Это проблема дурацкой системы. Это системная ошибка обучения чтению и обучения русскому или родному языку во всех школах бывшего СССР. Это системная ошибка. Базируясь на этом, безобразно абсолютно проговариваются слова на английском языке. Для того, чтобы освоить английский язык, Алекс, нужно, я рад, очень рад, Татьяна. Еще раз. Когда человек произносит быстро, у него получается, у аристократа получается второй правильный вид языка. Ускоренный, не стенораздельный. А у просто человека, который, вот ребенок пролетарский пришел, пролетарием быть не грешно. Проблема в том, что пролетарии захватили власть на территории СССР. Пролетарии навязали им неправильную, всем неправильную речь. А теперь, когда они научили народ говорить неправильно, они учат себя и учат своих детей говорить правильно. На правильном русском, который они отменили в семнадцатом году. То есть они долго играли с корявщиной, а-ля Хрущев, Брежнев, корявыми, коряко разговаривали, поймаешь меня, а? Вот, Борис Николаевич разговаривал, если помните, прости Господи, за упоминание. Дорогие друзья, если у вас есть какие-то пожелания по любой песне, кто первый, и мы найдем эту песню, или вы будете мне ее ставить, я разберу любую песню. Таким образом, в соревнования время пошло. Ставьте мне любую песню, разберем эту песню. Я покажу вам, что происходит на замедлении, и что происходит на ускорении. Я сейчас для Алекса прочитаю эту штучку. Джиз, смотрите, как нужно разбирать на замедлении. Быструю речь, то есть второй вид английского. Дети-то читают, а читают они по словам. А слить их стернераздельно. Хозяйка Медной горы в хозяйке Медной горы, или так я сейчас покажу на английском, вот прочитаю кусочек вот этого текста, Алекса, да? Они не в состоянии. Поэтому пролетарские дети так и остаются, на каком-то, разговаривают, как пролетарские дети, а читают пародийно, и не туда, и не сюда, и не быстро, и неправильно деформируя слова во фразы, сливая, и неправильно отдельно их произнося. То есть получается, как будто иностранный существо английский. Поэтому нужно показать тем же пролетарским детям или нам, как читается членораздельно, получленораздельно и нечленораздельно, и все это показать на замедлении, что произносится реально, не написано более или менее, а читается более-менее. 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 ИИ. Откуда пролетарский ребенок может знать, что это произносится более-менее? Откуда? Я не услышал и не узнал ни по каким учебникам. Вплоть до возраста до 20 лет. Понятия не имел, что читает нужно, говорит, длинношеи. Длиннышеи. Я говорю длинношеи, животное. Кроме шуток. Меня так же, как и большинство из вас, научили читать. Читать. Я пролетарский ребенок. Мне никто в детстве не показал красивую речь, как и большинству из вас. И поэтому, когда я сейчас рассказываю о том, как разговаривает Урган, потом с наристократом, молчанок и тому подобное, почему они актеры и дикторы, а мы нет? Грубо говоря, я сейчас, конечно же, у меня есть и настоятели храмов, и братья Сафона, и кого-то конет у меня из лавры есть ученики. Даже священникам я ставлю речь. Актерам, священникам, в Академию Голливуда и тому подобное. Ставлю, так? Хоры ставлю на разных языках. Когда есть время, естественно. То есть не думайте, что я справа вечером, как белка, бегу этим занимаюсь. Это все идет эпизодически, когда получается. Так вот, читаю текст. Если не показать эти три вида речи, что я и делаю во всеобъемлющем курсе, который сегодня можно будет приобрести с 30% скидкой, причем плюс к нему, сегодня единственная возможность получить два дополнительных видеокурса, видеоматериала. Первый – это «Звездный мальчик». И второй – «Алекс, поставьте-ка еще разочек». И второй – это «Видеословарь». То есть, курсы 6.4, которые сегодня можно будет приобрести, сейчас я произведу разбор одну секунду, закончу свою мысль. Мне пришла в голову идея дать возможность тем энтузиастам, которые действительно хотят вот эту схему освоить, добавить туда три материала. Один видеопостановочный курс, курс 6.4 – всеобъемлющий вариант, это бюджетный вариант, сделать его еще более бюджетным. Ну вот у меня такая припять, мне так захотелось. Добавить туда видеокурс, который входит обычно в небюджетную версию 7.0, всеобъемлющего курса. «Видеословарь». Это называется «Видеословарь». Добавить видеокурс и добавить курс. Курсы по сказке «Оска Уайлд». «Звездный мальчик». «Алекс, пожалуйста, поставьте еще разочек. Ваш текст, поскольку у меня он сейчас тут съехал чуть-чуть. Все, спасибо, пока больше ничего не пишите, друзья. Сейчас я все это за что комментирую. She's gonna stand there and watch me burn». Это бюджетный. Burn. «But that's all right. Because I like the way it hurts. I like the way it hurts. She's gonna stand there and hear me cry. But that's all right. Because I love the way it lies. I love the way it lies. I can tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. What it feels like. And right now there's a still knife in me. Windpipe. ДПСБ считается «Т». Windpipe. Как немецким и русским. «I can't» не считается. «I can't breathe. I can't breathe, but I still fight while I can fight. While I can fight. I can fight. I can fight. As long as считается обычно, людьми произносятся нормальными так. Злонызда. Злонызда. Или злоныза. 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 Злонызда. Wrong feels right. It's like I'm in flight. I'm in flight. Не I am in flight. I'm in flight. High off. 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 Her love. Drunk. From her. Читается вместе произносит обычно. From her. Эти считаются. From her. From her. From her hate. From her hate. From her hate. Stronger. Ок. Господин Ольфовский что-то тут мне удалось еще красивое поставить. Давайте сделаем то, что поставил господин Ольфовский. Rolling. Я сейчас с некоторыми элементами членораздельного показываю, как слова переходят одно в другое. Частично. Если это кому-то понятно, или кому-то хорошо понятно, можете поставить плюсики. Если есть вопросы, можете прямо по ходу задать, но там, правда, всем придется поставить этот материал еще раз. Потому что он уйдет у меня с экрана. Короче говоря, слова читаются разными способами. И кроме меня это никто не показал. И не показывает. То есть английский представляется как монолит. Я уже не говорю о том, что во всеобъемлющем курсе разучиваются слова по буквам. Так как они разучивались всегда в семьях аристократов. То, что было отменено после Второй мировой войны. Потому что дети, они не успевали преподать по буквенным. Дальше. Господин Ольфовский. Роллинг в дыр. Или дыр-иза. Или ды-аза. Ды-аза. Или дыр-иза. В дыр-иза. Старущий. И играет своим GPU. И начинается. И она. И она. Finally, I can see crystal clear. Go, go, go ahead and sell me out. And I'll lay your ship there. See, или быстро see будет ссы просто. See how I live. Смотри, как я уезжаю. With, 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 ухожу. With every piece of you. Don't underestimate. Не don't underestimate. Как хотелось бы, или бы пытались произнести. А реально в жизни люди так не говорят. То есть это и есть быственная, нечленораздельная речь, в которой don't становится done просто. Don't, didn't, don't, don't, undy. Это under становится undy. Нечленораздельная речь. Don't, или under, или undy. Don't underestimate. Estimate важное слово. Важный кусок слова. Don't underestimate the things. Не what things, как вы учили. А ты, ты, ты. Дэ, дэнтайна. Дэнтайна. Дэнтэнгз, тэ. Дэ и тэ. Не ва и фэ. А ты тэнкз, дэдалду. Дэдалду. Не взэдайвильду. А дэдалду. There's a fire starting in my heart, reaching a fever fish, and it's bringing me out of the dark. The scars, шрамы, of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love. Шрамы твоей любви. У нас тут идет... Спасибо. You're welcome, Константин. Но есть вариант. Константин. А есть Константин. Ну, к примеру, Константин. Если медленно ребенку не показать или вам, как Константин считается, вы посчитаете и медленно, отдельно, неправильно, и Константин. И быстро, неправильно, тоже чушь какую-то. Но знай четко с дикцией, которая появляется, когда человеку четко показывают, как звучит или делается та же самая процедура на замедлении и на ускорении. Большинство тренеров, хитрых инструкторов, видимо, соображая, что это имеет место, что это нужно делать, они этого не делают, чтобы затянуть процесс обучения. Если вы не покажете, как движение в каратэ осуществляется медленно и быстро ребенку, он сам не додумается. У него при ускорении будет начинаться мусор. Я руководил клубом школы каратэ в Пятигорске. Школа десантников-радистов. Юных десантников-радистов. Вам понятно, да? Отобрал детей по школам. И преподавал им каратэ и азбуку Морзе. Ну, десантник-радист. Ну, что вы хотите? У меня детки все все выучивали. Независимо. То есть я их выбирал не по каким-то физическим параметрам или музыкальному слуху, а я просто выбрал хороших, мотивированных деток. Ну как, мотивированных на то, чтобы учиться. Я хочу стать десантником-радистом. Вот такого я и взял. Одного на каждый класс по всем пятигорским школам. Теперь. Пятигорск вы все знаете. То есть это все имеет отношение практически к любому изучению любого навыка. Дальше нужно еще сегментарно уметь читать слова, что преподается во всеобъемлющем курсе. Это заочный курс. То есть вы имеете право, имеете возможность задавать мне любые вопросы. Абсолютно по скайпу, например, и тому подобное. Разница, Татьяна, между I can't tell и I can't tell заключается в том, что I can't, это не считается, считается так. I can't tell. I can't tell. Только интонационное. Только интонационное. А интонацию вообще никогда никакие иностранцы не учат и не знают. Для них все это едино. Я могу это отличить. Я могу, я вижу разницу. Это читается так. Акнтел. Можно тоже прочитать. Акнтел. 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 Это я не могу. Я могу. Акнтел. Ударение будет на Акн. Там будет два равносильных почти ударения. Акнтел. 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 Вот так. На кэн чуть-чуть побольше, но на тэл тоже ударение падает. Акнтел. Это нужно как бы показать динамики. То есть на малюшеньких кусочек это очень сложно объяснить. Читается так, Алекс. Ур. Ир. Ир. Ли. Ир. Плей. Ир. Ир. Йор. Йо-у-ар. Йо-у-ар. Бра-вы-р. Или ир. Бра-дер. Это ир и иур. Вы абсолютно правы. А если быстро проговариваешь, Алекс, то это ир. Вот так. Бра-д-ыр. Бра-дер. Эр-лы. Ир-р. Ир-жи. Вот это если медленно не показать. Это же, я почему говорю, что замедление речи не работает. Это как ловушка для дурацких преподавателей. Понятия не имеют люди, где членораздельная, где нет, а где какая. Не преподаватель никто. Аристократу это тысячу лет не надо. Аристократ не пойдет обучать английского. Поэтому все пролетарии попали. То есть пролетарии обучают пролетариям. То есть если преподаватель русского говорит ложить, ложить и подымать, то китайец тут будет в Москве сидя у него учить ложить и подымать. В чем? Одевать джинсы. Зачем их одевать, я не знаю. Вот. Ихние. То есть преподы вышли из пролетарской среды. Преподаватели не из пролетарской среды были до 17-го года. Пока они все не вымерли. Опыта они никому не передали. Приехали. Поэтому теперь нормальный русский или любой язык передается по поколениям. Преподавателей больше нет. Понимаете? Преподаватели хорошо разговаривающие просто выбили, потому что они типа мешали строить светлое будущее. Вы видели, кто, как разговаривают, разговаривают руководители страны? Я не буду показывать пальцы на другие государства, но послушайте реально, как разговаривают эти товарищи. Просто прислушайтесь. Вам все станет понятно. Слова произносится так. С-Т-Е-А-Т-С-С-Т-А-Т-С-С-ТА-ДА-С-ДА-С-ДА-С. Это пафосно. Бывает hostile. Hostile. Или пафосно hostile. То есть два ударения. Adverse. Или adverse. Аристократ знает обе формы. И adverse. Два слога. И adverse. Наблюдать. Monitoring. Два ударения. Monitoring. Monitoring. Рин уже там никто не справляется. То есть по слогам было бы так. Monitoring. Ну это для постановки. Вот ребенку. Гласно. Длинный. К примеру. Но быстро уже люди не справляются. И уже говорят так. Monitoring. Trenching. Конституция считается. Constitution. Есть разные способы произнесения слова. Суверенность. Есть на британском. Британский вариант. Sovereignty. Sovereignty. С буквой А в начале. Ударением на А. Sovereignty. Sovereignty. Какие еще есть вопросы? По поводу... Спросить откуда я практически невозможно. Поскольку я разговариваю без диалектов. Я разговариваю на чистом английском. Каким он должен быть. Откуда я могу быть еще? Я могу быть разве что не из пролетарского района. Нужно взять видеоматериал. Для любого ребенка достаточно шести часов. Два-три раза прокрутить ребенку. Попросить его попроизносить. Или вы проследите за тем, как ребенок проговаривает. Но я просто пример приведу. Приезжает преподавательница английского. Выпускница Пятигорского лингвистического университета. Ко мне в Нью-Йорк. Приезжает. Практики особо не было. Вон туристы работала. Кислородский. Приезжает ко мне. Дети на английском не говорят. Девятилетний ребенок. Я говорю все, что нужно. Мальчик. Все, что нужно сделать. Для того, чтобы адаптироваться к обучению в школе. Мальчик еще и хулиган. То есть учиться не любит. А любит драться. Посидеть шесть часов. Перед этим вот видео. Я его поймал. В кавычках. За живое взял. Я ему говорю. Когда ты будешь разговаривать как надсмен. Здесь. У тебя власти не будет. Я говорю. Тебя никто слушать не будет. И мальчик. Мальчик занервничал сильно. И сказал. Нет, я буду разговаривать как нормальный человек. Нет, я буду лидером. Вот молодец. Хорошо. Шесть часов. Ребенок через два-три месяца. Уже нормально, абсолютно адаптировался. Все, кто через курс шесту не проходил. Год-два входят в те же самые проблемы. Вы поняли, откуда эти берутся проблемы. Не показали, как произносится членораздельно. Не показали на замедлении, как произносится нечленораздельно. Все. Это то, что объясняется мной сейчас и вообще на различных других мероприятиях и во всеобъемочем курсе. Простите, меня тут немножко облегает. Неправильно озвучено. Вы меня, конечно, извините, но я сейчас просто выпаду в осадок. Я вам объясняю. 95% населения Земли это пролетариат. Словари делаются пролетарскими товарищами. Преподаватели английского пролетарские товарищи. Ни один аристократ, как профессор Хиггинс, никакие никуда не пойдет. Словари начитаны неграмотными людьми, которые вообще не понимают, что они считают. Словари начитаны или роботами. Это вообще дурдом. Словари начитаны какими-то пролетарскими людьми. С каких-то регионов. Регионов 500. Какой стейтис? Есть до 12 вариантов прощения разных слов. Я знаю одно, что когда я говорил стейтис, гарвардским людям надо мной смеялись. Много есть различных слов. То есть по словарю, если вот это слово, например, можно с буквой тейти, often, можно так же, люди говорят, often. Вот слово вам такое. Вот как правильно. Гейзер, гайзер или гизер. Это вот колонка или гейзер. Колонка для нагревания воды. Вот как правильно. Три варианта. Гейзер, гайзер или гизер. Вот какой из них, правильно, гарвардский? Вот расскажите мне. А есть слова по 11 вариантов. Это как новогреческий. 11 вариантов произнесения слова. Сейчас я вам попробую такой примерчик привести. Сейчас покажу еще одно слово. Слово обыкновения. Речь или я улучшается, улучшить речь. Можно, если начать читать с диктора. Но, нужно, во-первых, понимать, что существуют члены раздельные, не члены раздельные. Нужно взять, сначала научиться, советовать, да? Сначала научиться читать с диктором на родном языке. То есть берете калмыцкие рассказы Пушкина, берете испанские какие-нибудь рассказы, какие хотите, или графа Монте-Кристо, и учитесь читать. В процессе чтения у меня есть курс русского языка по книге «Маленький принц». Есть одновременное улучшение русского и английского по Евангелию от Иоанна. Обратите внимание, слово «привычка обыкновения» читается тремя способами. Видите? Их вообще 11. Но это как новогреческий. Я сейчас собираюсь выпустить курс новогреческого, который не могут освоить братья Сафона. Древнегреческий выучили, с ним все нормально, новогреческий никто не может выучить по тем же причинам, что и в английском языке. То есть слова читаются по-разному. Многие гласные читаются одинаково. То есть вообще не так, как ты ожидаешь. Поэтому второй сложнейший язык это новогреческий, как бы не устоявшийся. А английский тоже не устоявшийся язык.